МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Телерадо компании Гомелюстуды працует Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Стратегичная продукция. Калинковицкий завод бытовой химии начал выраблять антисептик для рук. Как смагаться с тревожностью? Репортаж наших корреспондентов. Деякали областным центром будут отключать гараж в воду. А зараз об этом и иншим больше подробно. Калинковицкий завод бытовой химии специализуется на вытворчасти сродков для чистки акварельных фарбов и гуаши, ваткого мыла и автокосметики. За пошних джен предприемство вырабляет стратегичный продукт – антисептик для рук. Завод наведал губернатор в области Янать Соловей. У ферменной краме Калинковицкого завода бытовой химии «Ажиятаж» попытом корастаются вот эти ярко-зеленые литровые бутыльки. У их разлитый антисептик для рук на основе спирта. Его кошта – маль 9 рублей. Девятого красавика предприемство почало выраблять этот стратегичный у теперешней эпидситуации товар. Первая партия разыходится в окей мгненно. А в вытворчасти антисептику на заводе задумывались давно. Коронавирус поскорый у процесс. Это наш проект инновационный, который мы планировали запустить еще с прошлого года. То есть разрабатывались рецепторы, согласовывались, проводились разные испытания на различных уровнях. Это, поверьте, достаточно длительный процесс. Посмотрела, 15 апреля у нас была согласована только рецептура. И дальше поэтапно все проходили все вот эти периоды. Сейчас последний этап токсикологии. Но мы видим, что ситуация вносит свои коррективы. Поэтому мы обратились за помощью к губернатору. И, по сути дела, нам по ускоренной программе на действующих мощностях мы производили спиртосодержащую продукцию. Это летний и зимний стеклоомыватель и лак для волос. Поэтому мы внесли изменения в лицензию, расширили ее на производство антисептика, так как наш антисептик будет на этилом техническом спирте. У первый день запуска новой продукции завод вырубил 6,5 тысяч литров антисептику для рук. У залежности от попыту объемы будут нарушивать. Заводу хапаю могутностей, как повелешить эту решбу двоя. Была б сыровина технический спирт. Вытворчить антисептику повинно быть беспарабойной. Иснуючие нюансы выращают у самые короткие термины. Мы на сегодняшний день занимаемся налаживанием производства в разных сферах и средств зашиты, и диастрастворов, которые сегодня необходимы. В частности, мы ставим задачу, что запуском второго предприятия, это в Реческом районе, мы в первую очередь обеспечим необходимым количеством в нашей области. Антисептик для рук объемом у 1 литр и 5 литров уже поступил у Калинковицкие аптеки и гандлевую сетку. Так само завод бытовой химии вырабляет и сродки для дезинфекции подлоги на основе антисептичных препаратов. Этот товар так само корыстается повышенным попытом. Виктория Синицкая, Светлана Грудькова, Вячеслав Перасыпкин. Телеканал «Мазыр» специально для телерадио компании «Гомель». Профсоюзы Гомельской области протягивают и оказывают допомогу медицинским установам. Только в рамках региональной программы «Клопот» об человеку працы, набитые и поставленные в больнице и поликлиники, сродки индивидуальной охоты на огромную сумму у Амаль 30 тысяч рублей. Сегодня подъеды областной организации белорусского профсоюза работников охоты здоровья. У лечебной установки региона поставлено 2000 комплектов сродков индивидуальной обороны для медиков. Это не первая профсоюзная допомога. На пяре до дни только медицинские правкамы собрали и набыли для своих коллег необходимые в сучасных умовах речи на Амаль 50 тысяч рублей. Не застались у Баку и иншие голеновые комитеты. А про то, что сейчас профсоюзы пошли страхование медработников, которые захворили на коронавирус. Еще один на керунок деятельности – материальная поддержка предприемствами своих сучасных и былых работников. Создание первичных профсоюзных организаций всех нашей области, а также фондов помощи, которые будут направлены, денежные средства этих фондов будут направлены для поддержки людей, работающих на предприятии, как сегодняшних, так и бывших, попавших в затруднительное положение в связи с эпидемиологической ситуацией. В настоящее время оказана помощь на около 45 тысяч рублей для такой категории наших работников. Коронавирус стал с оправдой болевшей темой, как в свете, так и в нашей стране. Но, на жаль, ситуация не обмежевывается только распространением инфекции. Усё частей громадства сутыкаются с выпадками коронавирусного махлярства. Спекуляции на теме хворобы, пропоновые насильництву судодейные вакцины, мают место в разных кутках региона. Про хлусню и правду об коронавирусе наша с домашней бригады доведалась у Гомельским держанам в Медицинском университете. Про ректор Медицинского университета Дмитрий Рузанов ведая об хворобах органов дыхания усё. Старшиня Гомельского отделения Белорусского респираторного товариства, член Американского террикального товариства, Международного союза боротьбы с туберкулезом. Усёг это только частка досягнения у науковцы. Поглядь специалиста односта злошасного вируса однозначный. Ситуация напруженная, але контролюемая. Мы наблюдаем сейчас рост числа случаев с коронавирусной инфекцией, но это рост линейный. Именно вот этот линейный рост, вот эта передышка позволяет нам принимать взвешенные адекватные решения, готовиться к различным планам развития сценария по коронавирусной инфекции. Как говорит наш министр, у нас есть план А, Б, С и А, Д. Мы готовы к любым развитием ситуации. Пильная увага теме коронавируса необходна. Алия Намая – адворотный бок. Фейковая информация об инфекции в интернете узрастает у геометричной прогрессии. Неведанием грамадзян корыстаются аферисты. Дмитрий Рузанов развеял основные мифы про коронавирус. Я хочу сказать сразу о том, что вакцина раньше, чем осень и зима, она не появится. На сегодняшний день не существует профилактических различных препаратов, которые бы позволили избежать инфицирования. Беречься от коронавирусной инфекции не так сложно. И это совершенно элементарно. И мы все эти правила хорошо знаем. Совершенно не нужна маска на улице. Мы сейчас с вами общаемся на улице, и дистанция между нами более полутора метров. То есть это делает такое общение безопасным. Гомельский Державный Медицинский Университет проводит певную социальную работу у метах профилактики коронавируса. Студенты-волонтеры допомагают пожилым людям и иншим категориям повышенной рызыки захворывания. Будучи урачи и керовники их альмаматор спадяются на вашу осторожность. Не дайте махлярам подмануть себя. Миколай Скинтиян, Валера Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Быть завсёды спокойным так, напевно, не бывает. Тревожиться – это нормально. Например, когда человек отчувает небезопасность, альбо оказывается в незнакомой ситуации. Это инстинкт самозахования. Но считается так, что с функционального почувствия тревога перетворяется в патологическую панику. Как раз именно в сегодняшней несприяльной эпидемиологической ситуации появилась колькость таких граждан. Что делать и какие парады дают специалисты, доведалась Марина Джалая. Звонки на горячую линию, звороты до психолога и психотерапевта. Это доступные шляхи, чтобы привести свой эмоциональный стан в норму. Некому хопая гутерки по телефону, іншим потребуется особистая консультация психолога, широкую медикаментозная терапия. Сорумного в этом ничего нет. Когда человеку тяжко вытремать стресс, нужно идти до специалиста. Не морозить, не лечить себя сильным, просто дозволить себе поддержку. Так званая коронавирусная паника, кажут психологи, погоршила эмоциональный стан многих людей больше сталого взрослого. И кем доводится, зараз находится у самоизоляции. Тяжко в одиноте, сумма близких, а тюль тревожное расстройство. Парады для всех достатково огульные, а не эффективные. Во-первых, это любое действие. То есть есть даже такое правило, если тебе плохо, действуй. То есть когда человеку тревожно, грустно, ему нужно отвлекаться на любое действие. Недавно по телефону доверия рассказывала женщина, что когда на нее нахлынивает состояние тревоги, она идет и перемывает по дому всю посуду. Ее это очень сильно успокаивает, потому что она в действии, она сосредоточена на какой-то работе, тревога уходит. Чтение книг, просмотр каких-то приятных телепередач, любимая еда, например, зеленый чай, шоколад и бананы. Это три продукта, которые действительно убирают уровень тревоги в организме. Занятия спортом. Як заразуметь, что эмоции вышли с подконтролю, и час завертаться до специалиста, клумачить психотерапевт. Есть тревога гиперболизированная. Когда человек испытывает вот эти вот патологические ощущения, например, как сердцебиение, чувство нехватки воздуха, паника, желание куда-то бежать, с кем-то говорить. Опять-таки, вот это вот тревожное, неописуемое состояние. Но при этом тревога направлена куда-то туда, что может быть, но, скорее всего, не будет. То есть, когда, например, люди уже на 100% уверены, что они переболели COVID-19, либо они считают, что у них пневмония, но при этом нет никаких признаков, каких-то опасений для этого, вот с такой проблемой уже можно обращаться, как минимум, на горячую линию, либо к психологам, находящимся в поликлинике. Мы вирешили спитать у гемельшанців, викликая у их тревогу сенешняя речаисность, сформированные расповсюджения у коронавирусной инфекции и связанными с этим обмежеваниями и погрозами. Естественно, тревожимся, потому что в семье есть дети, переживаем за детей. По возможности пытаемся их изолировать от посещения детских садов и школ. Ну, как вам сказать? Я бы не сказала, что тревожусь. Нет? Чуть-чуть. Чуть-чуть тревожимся. Тревожимся, ну, в какой-то мере. Преживания есть, руки обрабатываем, все процедуры проходим, которые необходимы, но на улицу все-таки выходим. Да, если честно, я не сильно тревожишь по поводу коронавируса. Тревожишь, когда ко мне подходят микрофоны. Сидела три дня дома, но это невозможно. Еще раз учусь ходить. Вот вышла с книжкой, ну, тут же людей мало. Нет, я не боюсь коронавируса. Як обогульнение невядомое часто полухое. Нагадаем, гэта норма. Як у першыню лететь на самолете, альбо скакать с парашютом. Вы корыстовывайте доступные меры профилактики, але не забороняйте собе жить. Коли ж якось життя за стрессу резко пагаршается, телефонуйте на круглосуточную угородшую линию Гомельской областной клиничной психиатричной больницы по номере 315161. Альбо записывайтесь на прием до психолога-ти психотерапевта. Зарабить гэта можно анонимно. Марина Джала, Валерий Хапанько, телерадио «Компания Гомель». Еще один день белорусские школьники пошут в учебу 20-го красавика. В Министерстве эдукации поведомили, что термин весновых каникул продолжится на 6 дней с 13-го по 18-го красавика. В этот час протягнуть прасу школьные лагеры. И они будут функционовать по заявным принципам. Не будет спинена и работа гуртков по интересам. Так само для намученцев распрацованы интерактивные программы по особных в учебных дисциплинах. А зараз корректируется намучальный план у Союзи с продолжением каникул. Однако намучальный год не протягнется. Адукацииный процесс у заключенной четверти будет оживляться с 20-го красавика по 30-е мая. Аграры региона завершили сев ранних яровых. Зараз рыхтуют землю, под кукурузой начинают сев одногодовых трав. Климатичная обстановка прошлых годов вымышает уносить корректировки в структуру посевов. В минулом году спякота снишила больше за 70 тысяч гектаров сельхозкультур. Как ситуация не повторилась, а первого отдают кукурузе и иншим засухоустолевым культурам. Это позволит створить добрую кормовую базу. Больше в этом году мы будем сеять проса. Немаловажно, люцерна. Будет размешаться на площади 26 тысяч гектар. Это практически 50% плану сева многолетних трав. Именно под нашу Гомельскую область вот эти культуры уже годами, они дают прибавку в любых условиях. Все больше места на палетках отводят подголовную кормовую культуру – кукурузу. Зараз рыхтуют хлебу, уносят угноение. Севбу плануют почать приблизно в середине красавика, когда и дозволить надворье. Надежды очень большие, так как все делаем в оптимальные сроки. Семена кукурузы у нас отличные. Поэтому я думаю, что урожайность будет очень высокая. Для проведения поселного в регионе створен необходимый запас палева и запчасток для техники. Подразделения МНС Гомельской области перешли на узмосненный режим несения службы. Примушая до этого – сухое надворье. Горыц в травах, музняки, лясы, торфяники. Нередко огонь наносит шкоду будинкам. Люди отримливают травмы. У большинства случаев причина сгорания в экосистемах миновито-человечий фактор. Непотушенная цигарета, невыконание супрось пожарных правил при спаливании сметки. В выходные дни сопротивники МНС отправляются удачные поселки и сельские населенные пункты. Распосудивание материалу, профилактичные размобы с мясовым насельством. Для большего охопа выкористовывают спецсородки. МНС напоминает, запрещено сжигать сухую растительность и с высоким уровнем пожарной опасности. Сегодня мы опробируем новую форму работы. Это форма работы со специальным громкоговорящим устройством. Автомобиль курсирует по всем улицам. И дачники, не отрываясь от работы, жители сельских населенных пунктов, не отрываясь от работы, еще раз им напоминаем основные правила и просим воздержаться от сжигания мусора. Потому что вы видите, какая ветреная погода и какие могут быть последствия. Зараз по всей области денежная заборона на наведывание лесов. С начала года огонь пошкодил больше за 800 гектаров рослинности. Протушение заденежали больше за полтысячи одинок техники и больше за 2000 человек особого состава. 3938 тонн бортового бронзированного дроту выработал за соковик Жлобинский БМЗ. Это на 20% больше за покажики летошнего периода. На протягу первого квартала 2020 года предприемство сварило больше за 11 тысяч тонн бортового бронзированного дроту для 11 краин света. Головные импортеры Российская Федерация, Румыния, Польша, Португалия и Германия. В пресс-службе завода означали, что кроме нашей белшины продукции БМЗ набывают буйнейшие сусветные компании по выработке шин. Ее техничные характеристики постоянно поляпшаются. Пошались подрыхтовшие работы до демонтажу старого моста на трассе М8Е95 Мяжа России, Витебск, Гомель, Мяжа Украины. И он был закрытый для руху в 2018 году Яковарыны. Зараз на левом березе сожа рыхтуется часовая пляцовка для крана, с допомогой якого будут знятые пролеты, что знаходятся непосредственно над ракой. Для того, чтобы мост подчас гетых работ не развалился, внутрь его будут прокладены специальный трос, який будет утримливать конструкцию. Работы по разборке у нас идут полным ходом. Центральные пролеты, которые над рекой, они полностью демонтированы. Перильное ограждение, мачты освещения, разобрано покрытие. Сегодня короба все освобождены. Сделаны отверстия для того, чтобы могли навести анкера и поддерживать троса, канаты, которые будут внутри коробов для последующей разборки. Мы должны разобрать центральные пролеты и потом будет принято окончательное решение по взрыву остальных опор. Нагадаем, что этот мост был закрыт для руху великогрузного транспорта на початку 2018 года. Для усяго остатнего уже не у нее. Тяжкие фуры были вымышены рухаться про сгомель, что адмонным чином поплывало як на экологичную ситуацию в городе, так и стан городских дорог. В связи с этим зараз начинается их масштабный ремонт. Второе покрытие сдымается, на его место будет укладен новый асфальт. Сфрезеровали мы уже хуторскую дорогу, если с пятого микрорайона и с выходом на Белец, в конце Белеца, обход. Этот сфрезерован и с 15 числа ДСТ-2 будет давать нам асфальтобетонную смесь, мы будем укладывать. То есть работы по восстановлению городских улиц начались полным ходом. На проконце красавика в Гомеле начинаются первые плановые отключения гаража воды. Ведомо, что в этой процедуре ускладняют быт горожан. Тем не менее, они являются необходимыми. Чему, какие периоды будет отключаться гаража вода в городе, наша домашняя бригада поведомила в Гомельской городской жилево-коммунальной господарцы. Данные мероприятия проводятся у нас ежегодно при подготовке объектов ЖКХ к работе в отопительный период. То есть производится плановое отключение не более чем на 14 дней, где по возможности выполняются работы в ускоренном темпе, то есть для промывки систем отопления, чтобы подготовить жилфон к работе в осенне-зимний период. Гомель Энерго планует в этом году пополнить автопарки 60-ю электрокарами. С мая минулого года предприятия набыло 7 электромобилей, которые заденешены в обслуговании с пожилцов. Они доброе зарекомендовали себе заполнивать у Гомель Энерго. Машины проехали уже 40 тысяч километров и никаких проблем не возникло. В среднем одной зарадки хапает на 150 километров. Функция рекуперации позволяет подзаражать электрокар в руху, дякуя энергии торможения. Держа-Аутоинспекция Гомельской области проводит комплекс мероприемства под названием «Дитя-головный пассажир». В этот период инспекторы ДАИ надают особливую увагу переводцы детей в авто. Нагадаем, за невыкористание детяшого утромлившего пристосования колеяно-обовязкового водители могут быть притягнуты до отказности. Однако не это должно быть головным стимулом для их обеспечения детей. Гомельский областный комитет природных ресурсов в Яхове Новокольного Сяродя проводится конкурс на лепшого громадского эколога. По выводам материалов 31 мая вызначат переможцев. Конкурс проводится с метой пропаганды ведом об Яхове Новокольного Сяродя и природокористания, захование природного Сяродя и повышение эффективности работы громадских экологов. Это и другие новости. Информацию о проектах телерадокомпании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире.